Он говорит «Я выведу вас из народов и соберу вас со всех земель и верну вас обратно в вашу землю». Вот почему существует еврейское государство. Не потому, что его основали хорошие евреи. Они не были ни хорошими, ни религиозными евреями, никакими вообще. Но все это неважно, не ради них. Но после величайшего осквернения Божьего имени, какое только можно представить, после Холокоста всемогущий говорит «довольно». Вот почему существует государство. И вот почему существует обязательная война. Мы боимся поражения? Пришли арабы, потребовали землю, и мы ее отдаем? Она не наша, чтобы отдавать. Какое право мы имеем ее отдавать? Всемогущий дал нам это государство только по одной причине – для освящения его имени. А теперь мы отдадим землю и отступим? Вот почему обязательная война не признает мира в духе «сдаться и отдать то-то и то-то». Нет такого понятия, потому что это осквернение Божьего имени, прямая противоположность обязательной войне. Вот что мы должны знать и понимать. И это то, что мы должны понимать. И птица...